Отец, мы благодарим за то, что мы можем собраться здесь вместе. Спасибо, что Ты хочешь говорить к нашим сердцам и разумам нашим. Спасибо, что Твое Слово, оно сильное. Мы просим, чтобы мы имели открытые сердца, чтобы принимать, что Ты хочешь. Веди нас Духом Твоим Святым. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Я почти потерял голос. Надеюсь, он восстановится или хотя бы. Аминь, аминь. Не пропадет, иначе у нас будет очень тихий урок. Окей, я хочу коснуться практических вещей, связанных с пасторской опекой. Возможно, сегодня не будет уже так много библейских текстов, но мы их уже рассмотрели за эти дни, поэтому приготовьтесь. Будет больше практики. Если у вас будут вопросы, записывайте их. И, возможно, мы их рассмотрим сегодня вечером. Окей. Название для этого раздела — это «Слушание», «Молитва» и «Совет». Когда мы занимаемся консультированием, очень важно помнить определенные моменты. Будут вещи, которые нужно держать в голове или, во всяком случае, уделять им особое внимание. Слушание — это очень важная часть процесса консультирования. Также нужно понимать, когда можно поделиться информацией с кем-то, а когда нужно сохранить тайну. Также помните, что, когда я говорил о консультировании, то я говорил также о общении, которое происходит между друг другом. Если вы вовлечены в пастырскую работу, то часто у вас будут ситуации, где вам необходима будет мудрость и понимание. Также, если вы наставляете кого-то, эти вещи также будут полезными для вас. И главная тема, о которой я хочу поговорить, — это роль слушания. Библия также подчеркивает важность того, чтобы мы были хорошими слушателями. Очень сложно вспомнить текст, где говорится, что мы должны быть хорошими говорильщиками. Окей, in James chapter 1, verse 19, it says, you should be quick to listen and slow to speak. James 1, verse 19. Поэтому, мои дорогие братья, пусть всякий будет скор на слушание, но медленно слова, медленно гнев. Яков предупреждает о естественной нашей тенденции говорить больше, чем слушать. И мы должны это уметь контролировать. Вы, наверное, слышали меня это раньше. Когда Бог сотворил нас, Он знал, что это может быть проблемой. Поэтому дал только один рот и два уха. Эффективное слушание очень важно и эффективно, если вы хотите иметь эффективное служение пасторской опеки. Когда люди приходят к нам с духовными проблемами, проблемами во взаимоотношениях, возможно, мы знаем ответ на их проблему. Но пока мы не научимся слушать, они не смогут получить пользу от ответов, которые вы будете давать. И на это есть несколько причин. Вы можете задать себе вопрос, почему так важно слушать? У меня есть хороший совет, уже готовый, зачем слушать? И я очень хочу дать этот совет. Зачем мне тратить время на слушание? Слушание – это первое выражение любви, основное выражение любви. Очень много способов есть для того, чтобы показать свою любовь. Но одно из выражений – это воспринимать другого человека серьезно. И иметь достаточной сил, чтобы слушать то, что они хотят сказать. Когда мы слушаем, то есть мы подтверждаем таким образом, что Бог говорит об этом человеке, и подтверждаем и подтверждаем, что Бог говорит об этом человеке. Что эти люди, они важны для Бога. В этом отношении. Слушание является частью высказывания истины в любви. Еще раз, слушание является частью выражения истины в любви. Ефесянам 4.15 Есть времена, когда мы не знаем, каково решение для проблемы. Но мы все равно можем служить этому человеку, если мы слушаем осторожно и в любви. Очень часто мы считаем, что мы должны иметь ответ. Услышьте меня чаще, лучше, чтобы у вас не было ответа своего. Во всяком случае, того, который сразу у вас срывается с языка, как только вы слышите проблему. Потому что если вы думаете, что у вас есть ответ, тогда вы, наверное, не будете слушать человека. Поэтому Иов говорит своим друзьям. В Иов 31 глава, 2 стих. «Listen carefully to my words. Let this be the comfort that you give to me. 31, verse... 21, 2. 21, 2. «Выслушайте, выслушайте мои слова, и хоть этим меня утешьте». «Понимаете, что это значит?» «Понимаете, что это значит?» «Когда мы слушаем кого-то, мы можем утешить». «Очень много людей в этом мире сегодня очень сильно обижены и испытывают боль из-за того, что никто их не слушает». «Один молодой человек, он покончил с собой, и в конце его записки, предсмертной, было сказано, что никто меня не слушает». «Слушание — это основное выражение любви. Это основное выражение любви. Если вы состоите в браке, вы должны это знать». Моя жена говорит, «Тебе не нужно ничего говорить, ты должен просто сесть и послушать». Иногда мы говорим друг другу, что «Не надо мне отвечать, я сам или сама знаю ответ, просто послушай». «Слушание может быть очень важно». Второй пункт. «Слушание является главной предпосылкой к развлечению». In Proverbs 18, verse 13, it says, «To answer someone before hearing him out is both stupid and embarrassing». Proverbs 18, verse 13? Proverbs 18, verse 13. You have a problem? No Proverbs 18, no Proverbs 13. А, 14 стих. У нас тоже разница. 14, actually, for Russian Bible. Там написано, «Давать ответ, не дослушав, только глупость и стыд». 14. А, 13, да? Окей, хорошо. 18 глава. У меня в переводе просто это 14. I actually really like this English translation because it's so confronting and so… Yeah, we have almost the same translation. Yeah. To answer someone before hearing him out is both stupid and embarrassing. «Давать ответ, не дослушав, только глупость и стыд». It is arrogant to begin to answer someone before we truly understand what he needs. Это высокомерно давать совет, не дослушав человека в его выражении его нужды. If we have humility, we will realize that many times we are wrong in our initial assessment of another person's needs. Тогда мы можем признать, что мы неправы, когда мы изначально знаем, как ответить на нужду человека. Before we can properly apply God's word, we need to understand the other person's situation. Прежде чем применить Божье слово, нам нужно понять, в какой человек находится ситуация. что и почему он испытывает, как он себя ведет или каковы его поступки. И какие еще есть корневые вопросы или проблемы в этой ситуации. Now, very often when someone comes to you, they will give you all sorts of symptoms of the problem, but they won't tell you what the root of the problem is. Как мы уже говорили, часто человек придет и будет рассказывать обо всех симптомах, которые у него присутствуют, но он не сможет рассказать корень своей проблемы. And you need to prayerfully listen and you need to prayerfully listen and you need to prayerfully listen and you need to prayfully listen so that you can discover what the real root problem is. Каков настоящий корень проблемы. This is very important for some people. Это очень важно для некоторых людей. I mean, the ones who want to counsel. Sometimes you can be very self-confident. Консультанты могут быть слишком самоуверены. Мы верим, что у нас есть ответ. Но мы на самом деле по-настоящему не слушаем и не понимаем, в чем сама суть вопроса. Okay, I think I'm on number three now, yes? Yeah. Listening promotes receptivity to your counsel. Третий пункт. Что слушание приводит к принятию вашего совета. Okay. Though it may be assumed that you have credibility because the person is coming to you for counsel. Даже несмотря на то, что вы уже имеете как бы в глазах человека уважение, когда он приходит к вам за советом. Your credibility will be endangered if you are a poor listener. Ваше уважение к вам будет в опасности, если вы не умеете слушать. Most people seeking counsel are confused by their problems. Большинство людей, которые ищут совета, они расстроены из-за своих проблем. So when they come to you, they will very often give a very confused picture. Тогда они смогут рассказать довольно смешанную картину того, что с ними происходит. И вам необходима будет мудрость Духа Святого, чтобы дать им развлечение, чтобы смочь понять, в чем настоящая проблема. Они не придут к вам за помощью, если она им не нужна. Некоторые люди даже не смогут представить, что у кого-то будет точное развлечение, в чем их проблема. И что им будет дано сразу быстрое решение проблемы. So sometimes, if you're too ready with your answer, the one you're trying to counsel will not be able to receive it. тем, кого вы консультируете, то, скорее всего, этот совет не примут. You have to build their confidence. Вы должны построить их уверенность. The one you're counseling will be reluctant to follow your counsel no matter how sound it may be. Тогда человек сможет принять ваш совет, неважно, как он будет звучать. Because of your too quick answer. точнее, если вы дадите слишком быстрый ответ, то человек не захочет его принять, неважно, как он будет звучать. It is not enough that you accurately understand the issues. И не достаточно только правильно понять суть вопроса или проблемы. It is also necessary that the person you're counseling has confidence that you understand. Очень важно также, чтобы человек, которого вы консультируете, сам имел уверенность в том, что вы понимаете его проблему. This confidence is based largely on your willingness to listen and ask questions. Эта уверенность строится благодаря вашей способности слушать и задавать вопросы. Sometimes, even after you are sure that you know what the problem is, даже иногда, после того, как вы уверены в чем проблема, it is sometimes better to continue listening and continue asking questions and continue asking questions so that they have that feeling this is someone who really cares about me. He is willing to give his time, his or her time. Чтобы этот человек мог сказать, что этот консультант, он способен и готов уделять мне время и слушать меня. Когда мы уделяем наше время кому-то, таким образом, мы также показываем свою любовь к этим людям. If you have the attitude, okay, someone comes to me, I want to find the answer as quickly as possible, then I can get on with something else. If you have that attitude, you will not become a good counselor. If you have that attitude, you will not become a good counselor. You will not really be able to help people. And I believe, if we look at Scripture, I believe, if we look at Scripture, one of the things, God calls us to do, is to love one another, above all other things. How do we listen? Listening is not passive. It is not merely the same as not talking. Это не значит, это не одно и то же, что не говорить. Listening needs to be an active activity. In fact, I'll tell you this. Concentrated listening will cost you more energy will cost you more energy than talking. Because it's so easy to talk about your own thoughts. If you really want to be a listener, then you have to concentrate. It is difficult to accurately understand another person's very difficult to accurately understand another person's sorry, but sorry, I said that incorrectly, but it is difficult to accurately understand another person's if you don't give them that time to listen. There are a number of things that I'm going to mention to you now, that will help you to improve your listening skills, so that we can be better used in helping others. чтобы мы смогли лучше помогать другим людям. The first one be spiritually prepared. Be spiritually prepared. As believers, we believe that all spiritual and relational healing is the work of God. and it's not something we can do on our own. The proof that we believe this is that we bathe our counseling sessions with prayer. Come again, please. Okay. to prove that we believe this, чтобы доказать, что мы верим в это, then we will bathe our counseling sessions in prayer. Мы будем как бы окунать наши консультирования в молитвенный процесс. We will pray for those who we are talking to. Мы будем молиться за тех, с кем мы говорим. Даже до встреч, прося Бога направлять нас и вести нас. Прося Бога о Его мудрости, о Его видении, о Его сердце, Любви. Без этого вклада мы не сможем быть хорошими советниками. Мы станем плохими советниками. И мы больше принесем вреда, чем пользу. Поэтому очень важно вовлекаться в молитву и спрашивать о ситуации и о выходах. очень важно выражать вашу зависимость от Бога и то, что вы полагаетесь на Нем. Попросите Бога дать вам возможность отложить все другие мысли чтобы вы могли слушать эффективно. Yeah? I don't know whether you've ever noticed this. Не знаю или вы замечали. But you can do the test if you like. Next time someone is talking to you, see how long it is before you start thinking about something else. сколько вам потребуется времени чтобы начать думать о чем-то другом. Most of us have got a very short attentive ability. У большинства из нас очень сложно быть внимательными долгое время. And about two or three minutes into listening to someone you will probably find that you're starting to think about other things. So you've already lost the battle. You need God's help to keep concentrated on what people are saying. I'm going to give you a number of things in a minute which will help you to do that. Because it's not easy. Ask him also to grant you the ability to spiritually discern the real issues. Remember I said when people come to you they may not always tell you exactly what their problem is for various reasons. Sometimes they will even tell you lies because they are ashamed of some things or there are some things which they just don't really want to talk about. but if you listen with discernment but if you listen with discernment in the council counseling session. Также выработаете привычку обращаться к Богу во время консультирования. Okay. Sometimes more experienced believers will tend to admit omit or forget to do this preparation. experience believers yeah because I have so much experience in counseling I've been doing it for 5, 10, 15 years and you think you know it all. This attitude is fleshly self-sufficient and should be consciously resisted. We always need God's help. And if you've counseled before if you've come across the same problem before if you've consulted before if you've consulted already you've had the tendency not to listen and just prepare your answer when the person This is not good. Next Number 2 Lay aside your own preconceptions Второй Вторая мысль Preconceptions Yeah your ideas that you have beforehand Okay Второе отложите все идеи которые вы имеете наперед Unless you know the other person really very well It is important to lay aside your own preconceived ideas Пока вы не сможете узнать и понять человека достаточно хорошо вам не нужно пользоваться какими-то вашими знаниями или пониманиями наперед касательно того каковы могут быть его или ее нужды If you don't do this you will tend to come to a premature discernment Если вы не сможете отложить эти вещи тогда это будет незрелое развлечение And cancel before you understand И незрелый совет перед тем как вы действительно поймете проблему Or you'll be politely silent while you're preparing the answer in your head Или вы просто будете вежливы и не будете говорить пока будете просто готовить ответ Вы будете ждать просто свои возможности высказаться Очень важно когда вы видите что симптомы проблемы похожи на то с чем вы к примеру ранее сталкивались Но мы должны помнить что каждый человек он отличается от другого Даже если ситуация кажется похожей на другую ситуацию симптомы похожи все все равно могут быть вовлечены другие элементы и если мы не будем слушать достаточно внимательно мы будем иметь проблему третья мысль это не быть не судить и эмфатик и эмфатик и эмфатик от того, что вы осуждаете этот поступок, но наоборот будьте добрыми и располагающими к себе. Избегайте того, чтобы постоянно давать оценку лишь моральному аспекту проблемы и теологической правильности решения, которое должен принять тот, кто проходит консультирование. Как верующие, мы знаем, что истина, она важна. И мы понимаем, что человек должен привести свое мышление в согласие с Божьим Словом, чтобы принять исцеление. Но наша возможность применять эту истину будет иметь препятствия, если мы не будем понимать до конца, как человек видит эту проблему или эту сферу. Мы периодически должны откладывать свою способность судить, тем более осуждать. Until we get a better understanding of the person or what is going on. Прежде чем мы поймем, какова истинная проблема и через что человек проходит. Okay. Give yourself as fully as possible to drawing out and understanding the person's situation. Is it next? No. Ah, is it the same? This is still under the same. Okay. Repeat that, please. Okay. Give yourself as fully as possible to drawing out and understanding the person's situation. Being non-judgmental does not mean you should become supporting the same, right? Or the bad attitude. быть таким, который не осуждает, это не значит показывать, что вы поддерживаете человека в его неправильных поступках. Okay? Your objective is to be able to reach the person. Ваш объект — достичь сердца человека. And if you come and you hammer with your goods theological arguments, если он приходит, а вы его бьете по голове теологическими доказательствами, которые могут быть совершенно правильными, это не в этом суть. But you won't help the person at that moment. И вы не поможете человеку. So you have to take maybe a step back and wait for the right timing. Поэтому вы должны сделать шаг назад и дождаться правильного момента. Когда вы можете поделиться этим человеком и помочь пойти по правильному пути. Okay? When you do that, it doesn't mean that you're accepting their situation. It does mean that you communicate acceptance to them. If you do that, it doesn't mean that you're accepting a person from his situation. Without forfeiting the truth. При этом не отвергая истину. It also means that you communicate and understand the parts of their problem. Even if you disagree with the way they're handling it. Даже если вы не согласны с тем, как они разбираются с этой проблемой. Okay, let me give you a little example here. Переведу небольшой пример. A lady comes to you. Пришла к вам женщина. She says, I'm so discouraged, I want to get a divorce. Она говорит, я так разочарован, я хочу развестись. Конечно, можно сразу рассказать ей небольшую лекцию о том, как Библия относится к разводам. Okay, and your statement will be correct. И ваше утверждение будет правильным. Но тогда вы убьете какую-либо надежду на то, чтобы достичь эту женщину. Она не будет готова в тот момент принять обличение, как это будет ей казаться. Помните, как вчера говорили о том, что нужно видеть, в какой фазе находится человек? Yeah, because if you don't, you will miss an opportunity. You could say something like this. I can see how his lack of sensitivity could make you feel like giving up on your relationship. Я вижу, как его недостаток чувствительности заставляет вас разочаровываться в ваших отношениях. This statement communicates understanding and caring. Это утверждение содержит в себе заботу и понимание. And encourages further communication. И ободряет к дальнейшему взаимоотношениям. Without legitimizing divorce as the answer. При этом не утверждая, что развод является выходом. Okay, you understand what I mean? You're not saying you agree with divorce. Вы не говорите, что вы согласны с разводом. I do understand how this affects your relationship. Но вы говорите, что я понимаю, какое это оказывает влияние на твои взаимоотношения с мужем. And it would make you want to leave. И почему ты хочешь уйти от него. Okay, the next point. Следующий пункт. Pay attention to non-verbal communication. And what is not said. Обращайте внимание на невербальные знаки. И на то, что человек не договаривает или не говорит. Okay, sometimes we can so concentrate on what is being said. Иногда мы концентрируемся так сильно на том, что сказано. Что мы упускаем вот это невербальное общение. У нас у всех есть невербальный язык, когда мы во время общения. Как мы сидим, как мы ставим руки. Как выглядит наше... Какое у нас выражение лица. Что мы делаем в этот момент. Вы можете увидеть в этом так же проблему. Facial expressions. Выражение лица. Body movement. Posture. Breathing rate. Дыхание. If someone starts to breathe very sharply and very quickly, you can usually discern that they possibly not telling you the whole truth. Порой, когда человек начинает слишком быстро и громко дышать, возможно, он не договаривает что-то. И из-за этого он нервничает. Okay. Или говорит неправду. All of these things are important clues to what he or she is thinking or feeling. Это важные ключи, важные элементы понимания того, что он или она говорит. The tone, volume, and tempo of speech are also important. Тон, темп, и уровень того, что человек говорит, также важны. Okay. You can have a lady, for instance, who comes and she starts speaking, and she's speaking in a quite normal voice, but then suddenly she'll go, but he gets so worried and I get so worried and I don't really understand. Например, приходит женщина, она начинает спокойно говорить, а потом начинает переходить на более повышенный тон, быстрее говорить. Таким образом можно понять, что что-то ее беспокоит и есть какое-то давление внутреннее, напряжение. Продолжение следует...